В этом году компания Apple не стала жадничать на новинки, выпустила огромное количество устройств, и помимо как бы айфонов прошек, да, вот самых мощных смартфонов среди общей коллекции смартфонов компании Apple, они выпускают еще айфон 11. Кто-то может рассказать, что это удешевленный смартфон, но мне кажется, что компания Apple позиционирует его как раз как наоборот. Самый классический стандартный смартфон в прошлом году было иначе. XR позиционировался как удешевленная версия. Они увидели, что эти смартфоны продаются лучше всего и решили, а почему бы их не сделать стандартным, якобы доступным смартфоном компании Apple. Сегодня мы говорим именно про айфон 11. Погнали! Так как аппарат является логическим продолжением линейки XR, его дизайн отчетливо напоминает предшественника. Переднюю часть занимает экран с большими рамками вокруг, кнопки на левой и правой грани, а сзади обновленная двойная камера и логотип компании прямо по центру. Айфон 11 стал толще, чем XR, хотя так это на взгляд не определить. И здесь вопрос, а почему он стал толще? Уже некоторые компании разобрали эти смартфоны, посмотрели, что там внутри и поняли, что конструкция немножко изменилась. Сами по себе стекла стали прочнее. Кстати, некоторые дроп-тесты это хорошо демонстрируют. И самое главное, что ремонт обригодной стала более универсальная. 6 баллов из 10 по версии iFixit, то есть экран проще снимается и так далее и тому подобное. Может быть из этого габариты изменились. Но если говорить откровенно, вот если сравнивать по рынку смартфоны, то айфон 11 это довольно толстое устройство. Это не то, чтобы как-то влияет на удобство использования, просто факт. Apple утверждает, что это поколение стало самым прочным и защищенным. Айфон 11 обладает степенью защиты IP68, поэтому ему не страшна пыль или погружение до 2 метров в воду на протяжении 30 минут. Обновилась цветовая палитра, появились фиолетовый, зеленый варианты расцветки, но исчезли голубой и коралловый. Видимо, они не оправдали ожиданий компании, либо просто в этом году они уже будут не в тренде. Дисплей смартфона даже, по сути, остался прежним. 6,1 дюйма, это больше, чем у айфон 11 Pro и меньше, чем у 11 Pro Max. Он находится посередине между ними. Как-то получается, знаете, довольно нелогично. Вот вроде есть 11 Pro, и он как-то вот по ценовой штуке не вмещается. Но вот так вот получилось. И несмотря на то, что разрешение у него HD+, к нему, в принципе, особо прикопаться невозможно. Это IPS-матрица, но единственное, если вы будете напрямую сравнивать экраны айфон 11 и 11 Pro, то, конечно же, разница будет заметна. Звук айфон 11 обеспечивается двумя качественными динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, поэтому каждая видеоигра будут восприниматься абсолютно по-новому. Компания Apple одна из немногих компаний, которые делают процессоры собственного производства, и стоит отметить, что они действительно в этом преуспели. Новый A13 это один из самых производительных процессоров. При этом, если добавить сюда собственную операционную систему и собственную оптимизацию, получается такой, вы знаете, взрывоопасный тандем. Получается действительно максимально мощное устройство, учитывая то, что айфон 11 стоит дешевле, чем многие флагманы от i-брендов на Android, то это вообще ультимативный выбор. К тому же, почему все замечательно развивается? Во-первых, Apple делает собственные процессоры, хорошо их оптимизирует и еще и одновременно запускает замечательный сервис игр по подписке Apple Arcade за 5 баксов в месяц. Там уже появляется огромное количество действительно прикольных игр и довольно требовательных игр, к примеру, вот эксклюзив Ocean Orn 2. Безумно требовательная игра, когда запускаешь ее на старых айфонах, ощущаешь, что он прям там вот-вот напрягается, а 11 и 11 Pro прям вытягивает хорошо эти игры. Кстати, одной из уникальных функций айфон 11 является новый чип U1, который позволяет системе позиционировать смартфон в пространстве и более точечно и быстро передавать файлы по AirDrop. Сценарий использования этого нового чипа сейчас еще, скажем так, ограничен, но в ближайшем времени компания Apple собирается прям сильно нафаршировать функциональность этой функции. Возможно, выйдут различные дополнительные гаджеты, аксессуары с умным домом, которые будут взаимодействовать с новыми айфонами, поэтому здесь даже как бы стандартный айфон, ну, можно сказать, удешевленный, не ограничили в своей функциональности. Основная камера представлена двумя 12-мегапиксельными модулями, но в отличие от Pro версии, модуля с оптическим зумом здесь нет. Сказать, что это сильно усложняет процесс фотографирования, нельзя. Смартфон делает такие же чудесные снимки, как его старший брат, как в условиях хорошего освещения, так и в полной темноте. Фронтальная камера тоже обновилась, 12-мегапикселей, откровенно говоря, фронтальные камеры у айфонов всегда были не очень. Она стала чуточку лучше, но до сих пор сказать, что она нормально снимает нельзя. Сейчас это лунная фронтальная камера, конечно же, у смартфонов Google Pixel, потому что в них тоже работает HDR+. Добавили новую функцию, которую оценит очень сильно девушки и молодежь. Называется она слоуфи, то есть слоумоушен. Вот такие вот себяшки сейчас, они уже везде просто в инстаграме. Сразу можно определить человека, у которого новый айфон. Он пользуется этой функцией. Самой сильной функцией 11-го айфона является время автономной работы. Аккумулятор, казалось бы, всего лишь 310 мАч, но просто какая-то невероятная автономность устройства. Чуть ли не до 10 часов активной работы экрана смартфон выдает. Здесь, скорее всего, конечно же, повлиял, во-первых, и экраны HD, ну и, собственно, A13 плюс iOS 13. Они неплохо поработали вот с этим временем автономной работы. Поэтому, если вы ищете себе максимально долго работающее устройство, и к тому же устройство, которое работает долго даже при помощи камеры, вот записи видео, да, долго снимаете видео, либо снимаете фото, тоже будет минимальный разряд. Очень долго работает, за это можно прям рекомендовать этот смартфон всем и каждому. Вот такой получился обзор айфона 11-го. Нам осталось походить с ним несколько месяцев, чтобы сделать какой-то конечный вердикт, ведь iOS 13, она до конца еще не допилена, и некоторые функции смартфонов попросту отсутствуют. Нас скоро ждет апдейт iOS 13.1, в который добавят новые возможности камеры и улучшат работу системы. И дальше будет еще апдейт за апдейтом, поэтому опыт эксплуатации этого смартфона стоит отложить на потом. С вами был Иван Лучков, канал Allo. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш телеграм-канал с новостями, там огромное количество интересной информации и конкурсов. Всем пока!